здравствуйте друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его ведущий олег сегодня тема нашей передачи будет о правильном питании течение недели ко мне пришло где-то порядка 15-18 писем вопросов с вопросом о том каким мясом нужно кормить животные то есть надо варить это мясо надо ошпаривать это мясо или же все-таки нужно давать это мясо сырое собаке у меня есть целая передача о правильном питании собак если вы смотрите мою передачу не на приложение android или приложение для в общем если вы смотрите передачу по стационарному компьютеру то сейчас у вас вот здесь вот появится ссылочка на эту передачу о том какие виды питания бывают и как правильно нужно кормить собачку конкретно тему мяса я там не затрагиваю поэтому давайте порассуждаем с вами я всегда всех своих зрителей прошу чтобы они вдумывались то есть вот давайте вот просто вот подумаем с вами ну во первых собачку не нужно кормить тем что вы кушаете сами потому что все-таки пищеварительная система собаки отличается от пищеварительные системы человека я не буду сейчас касаться темы уроков биологии то есть чем отличается пищеварительная система хищника отличается от пищеварительной системы травоядных животных да ну просто так вот вкратце скажу вам просто что пищеварительная система собаки то есть кишечнику намного короче нежели кишечник человека скажу вам что кислотность в желудке собаки она намного больше чем кислотность желудка в человеке скажу вам что пищеварительный процесс который начинается в пищеварительной системы собаки начинается не как у человека то есть у человека например начинается пищеварительный процесс в ротовой полости у нас выделяется слюна да и вот уже скажем какие-то углеводы уже начинают расщепляться у нас во рту по посредством выделения слюны у собаки этого не происходит у собаки пищеварительный процесс Начинается непосредственно в желудке Я не буду сейчас касаться темы вкусовых рецепторов Я не буду сейчас касаться темы расположения, строения зубов Просто сами подумайте, что многие продукты не подходят для того, чтобы их кушала собака Давайте в общем сейчас с вами разделим Есть два вида питания Первый вид питания это натуральное кормление И второй вид питания это кормление посредством готовых кормов Плюсы и минусы этого питания вы можете почерпнуть либо где-то в интернете Либо посмотреть еще раз, вот она ссылочка вот здесь Передача о правильном кормлении Выбирать вам Просто подумайте о том, что сможете вы правильно сбалансировать Или все-таки у вас нет возможности правильно сбалансировать питание Если вы кормите собаку натуральными кормами То есть вся проблема заключается в натуральное и ненатуральное кормление То есть в натуральном кормлении нужно выдержать баланс Что касается темы мяса Пищеварительная система собаки Не приспособлена для того, чтобы переваривать вареное мясо Что такое вареное мясо? Вареное мясо это уже специфически подготовленный продукт Немножко уже, скажем так, переваренный Поэтому собака, когда кушает вареное мясо Она получает чистый белок То есть она не получает те минеральные вещества Не получает витамины, которые при варке мяса Они как бы уже проходят стадию распада Также хочу сказать, что ферменты у собачки Они немножко другие То есть ферменты это те вещества, которые помогают нам переваривать продукты И вот ферментативный набор у собаки Он гораздо ниже, нежели у человека То есть есть продукты, которые не переваривает собака Опять же, что касается мяса Если вы выбрали уже вид питания натуральное кормление И выдерживаете баланс 30-40% Это у вас идет, значит, как бы Какие-то каши То 60-70% это идет именно белковая пища в виде мяса Если вы выбрали уже мясо Как вид натурального кормления То, пожалуйста, я вот просто вам хочу сказать Что мясо не нужно варить для собаки Подчеркиваю, не нужно варить Вы можете делать приварку Если вы боитесь, что собака у вас заразится какими-то глистами, гельминтами То есть в течение 5 минут выварить небольшой кусочек Ну так, чтобы снаружи его обработать Но лучше даже этого не делать Есть способ обработки мяса от гельминтов Который называется выморозка То есть вы можете выморозить мясо в морозильнике предварительно А потом его уже давать собаке Если вы так боитесь Но опять же, вот просто подбирайте Те магазины, те рынки, где уже мясо проверено То есть где стоит штампик о том, что глистов нету никаких в наличии Ну вот таким вот образом То есть мясо собаки либо ошпариваете просто кипяточком Либо в течение 5 минут просто провариваете его Чтобы снаружи удалить какие-то инфекционные, скажем так, заболевания Виды инфекции, которые вы можете принести с этим кусочком мяса Но я просто вам рекомендую Вы просто можете взять и посредством переморозки Вот таким вот образом Потом размораживаете и даете собачке этот кусок мяса Но опять же, смотрите Вот есть виды каш, которые не перевариваются То есть зерновые культуры не все перевариваются в кишечнике у собачки Когда вы готовите каши какие-то Ну примите вы за правило то, что пшеница не переваривается В кишечнике собаки Ну просто она не переваривается Овсяная каша Ну то есть все виды пшеницы Перловка, манка, сечка всевозможная Овсяная крупа она тоже не переваривается Она мало того, что не переваривается Она даже вот мерцательный эпитерий Есть такой в толстом отделе кишечника Она его даже разрушает и забивает Поэтому не давайте собаке хлеб, булки какие-то То есть вот я вам сказал сейчас, что у человека в ротовой полости начинается пищеварительный процесс Пищеварительный процесс у собаки начинается в желудке непосредственно Поэтому вот те виды продуктов, которые переваривают у человека во рту Это углеводы, да, сахара всевозможные Их как бы тоже не нужно давать собаке То есть это бессмысленно Вкусовые рецепторы тоже как бы они не учитываются Не перевариваются Так что следите внимательно за кормлением своей собачки То есть вот смотрите, вы готовите кашу Вы сварили там рис, гречку Да, вот эти продукты, они перевариваются Они помогают собачке Порезали какую-то там морковочку, свеколку, капусточку Чисто вот в виде клетчатки Хотя клетчатка она не переваривается Но она является как бы чистящим фактором Она прочищает вот как раз тот же мерцательный эпителий Поэтому эти продукты нужно давать То есть вот сварили кашу Пошинковали туда, значит, морковку Овощи всевозможные И добавили нарезанные кусочки мяса Которые вы достали из морозильника Предварительно выморозив его Либо там обдали кипяточком То есть не надо варить полностью Все эти ингредиенты, сваривать в одну кастрюлю И варить, из этого, значит, кормить собаку Потом в натуральном кормлении Учтите такой момент, что Ну не хватает минеральных веществ и витаминов Поэтому обязательно вам нужно какие-то Добавлять биодобавки Ну продаются в магазинах, в зоомагазинах Если вы уже выбрали этот вид питания Натуральное кормление Поэтому обязательно, если вы кормите Натуральным кормом Добавляйте минеральные вещества И какие-то витамины Намного проще Намного проще Кормить собачку Готовыми кормами Потому что там уже эта балансировка выдержана То есть уже Именно процентное соотношение Белковых каких-то веществ То есть минеральных веществ Витаминов Баланса Балласта Оно выдержано Поэтому вам не надо будет Как бы заморачиваться с весами всевозможными То есть для того, чтобы все это сбалансировать Нужно как бы весы как минимум иметь В своем арсенале Дальше Есть разные виды натурального кормления Начиная от эконом-класса До супер-премиум-класса Тоже смотрите на свой кошелек На свою собаку Но всегда смотрите Как у вас собачка сходила в туалет После того, как вы ее покормили Вот молоко, например Вы пьете все молоко Собачка тоже как бы млекопитающая Ну, когда он уже находится во взрослом состоянии Молоко створаживается у нее уже в толстом отделе кишечника И как бы вот это может вызвать диарею То есть взрослой собаке Она переносит хорошо кефир и сметану переносит Ряженку всевозможную Но молоко как бы нужно исключить этот продукт Абсолютно из рациона собачки Так что Учитывайте все вот эти вот моменты Следите за здоровьем Как посмотреть, что вот смотрите Собачка у вас здорова То есть, ну, смотрите на... Клюет рыбка вот у меня Смотрите, значит, за тем, какой у нее шерстный покров Блестит ли шерсть у собачки Не линяет ли она, не лысеет То есть, если вы будете кормить одним мясом Да, не давая каких-то балансов И можете вызвать какую-то белковую интоксикацию, например Вплоть до выпадения волос у собачки Это тоже является как бы плохо Поэтому вот баланс, это самое главное Нужно выдерживать этот баланс Смотрите за кожными покровами у собачки Смотрите за слизистой оболочкой Как глаза там гноятся, не гноятся Нос, как себя чувствует То есть, какие спорожнения Какой кал у собачки Но это важно, это здоровье вашей собачки Если вы уже взяли ответственность на себя То, соответственно, нужно И нести эту ответственность до конца Пока у вас собачка в доме находится Как проверить состояние собачки Не перекормленная она или перекормленная Вот есть еще одна передача Как правильно кормить собачку Вот есть передача о том, чем кормить А есть передача, вот здесь будет ссылка Как правильно кормить собаку Ну не надо, чтобы у собаки стояла еда В свободном доступе То есть, два раза в день Обязательно с весами Смотрите, то есть, если собачка у вас Начинает толстеть, убавьте немножко дозу Если собачка у вас худеет Ну, естественно, прибавьте немножко дозу Как проверить о том, что В каком состоянии у вас собачки находится Берете собачку, просто садите ее В положение сидя Акбар, ко мне иди Садите в положение сидя собачку И проверяете ее бока То есть, как вот я вам сейчас ее покажу Ко мне иди Садись Вот так вот Всяйте именно в положении сидя И смотрите Вот, 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 ребра Прощупываете ребра У собачки Если они у вас прощупываются Сильно, торчат наружу Эта собачка у вас худеет Вам нужно прибавить к рациону животного Подкормку, еду Если ребра уже не прощупываются Болезнен для собаки С вами был канал Я и мой хвост Я его ведущий Олег Следите за здоровьем собаки Заслужите доверие Заслужите уважение И у вас все получится Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!